Девушки отдыхают В последние годы стал одним из самых любимых у советского зрителя. Эта картина волновала, вызывала гордость за страну и ее людей. А мальчишек заставляло мечтать о небе и подвигах, подобных тому, какой совершил главный герой. Алексей Морисиев, сбитый в бою, раненый, 18 дней по зимнему лесу добирался до своих. Затем пережил ампутацию обеих ног, однако сумел вернуться в небо, чтобы сбивать самолеты врага. Для страны, прошедшей через страшные испытания, для народа, которой в послевоенные годы было трудно удивить героическими поступками, подвиг Морисиева все же стал чем-то особенным, символичным. Но мало кто знает о заслугах Алексея Морисиева после войны. Благодаря ему, День Победы, 9 мая, стал государственным праздником. С минутой молчания, возложением венков к могиле неизвестного солдата и праздничным салютом. Наш фильм об этом легендарном человеке, рожденном летателем. Эта история началась в Новгородской области под Деменском. Весной 1942 года войска Северо-Западного фронта впервые взяли в кольцо почти 100-тысячную группировку вермахта. Получилось так, что пять дивизий внутри этого котла и одна дивизия, так сказать, снаружи этого котла. Ну и дальше событие развивается каким образом? Немцам удается создать воздушный мост по обеспечению войск в этом котле. Теперь задача советских летчиков – не позволить немцам свободно перебрасывать по воздуху оружие и продовольствие окруженным частям. В небо поднимаются лучшие советские асы. Среди них 26-летний лейтенант 508-го истребительного авиаполка Алексей Морисиев. На его счету уже четыре сбитых вражеских самолета. Позже, в разговорах со своими близкими, сыном Виктором и другом, историком Алексеем Ивановым, Морисиев не раз вспоминал обо всех обстоятельствах того рокового вылета в апреле 1942 года. Чтобы ничего не упустить, они решили вместе рассказать нам об этом и встретились на даче, где семья жила обычно все лето. Я сейчас могу впервые сказать, сообщить более точную дату, когда его сбили. Это произошло 5 апреля 1942 года. Потому что этим датой, разные акты и подтверждение других летчиков, что в этот день Алексей Петрович сбил два фашистских самолетов. Позже Алексей Морисиев шутил. Два их я, а третий меня. Пулеметная очередь пробила двигатель. Он заглох. Но конструкция самолета позволяла еще какое-то время планировать. И Морисиев, вместо того, чтобы выпрыгнуть с парашютом, стал искать место возможной посадки. Смотрю озеро. Я сразу так по ручке шасси, шасси вышли, а летали мы на лыжах, сразу сопротивление увеличилось, и самолет мой посыпался. Глупость, не глупость. Садись на живот, и все. Не выпускай шасси. Хотелось сохранить самолет. При жесткой посадке многие летчики получали смертельные переломы шейных позвонков. Но Морисиев, зная это, всегда летал с открытым фонарем кабин. А потому его выбросило из самолета. При падении... А я никогда сюда, вот как обычно, знаете, летчики заправляют пистолеты. Никогда. Я брал в накорменный карман пистолет. Вот. Ну что делать? Он подходит ко мне, начинает со мной, значит, там... Ну вот, он начинает здесь со мной голову мотать, болтать мне, а я... В этой схватке Морисиев вышел победителем. Но ему предстояло сразиться с куда более жестоким противником – голодом. Один в заснеженном лесу... Если организм в течение трех суток не получает вообще никакой пищи извне, он примерно на третьи-четвертые сутки переключается на так называемое эндогенное питание. Он начинает использовать внутренние резервы организма. У Морисиева была травмирована голова. Он постоянно впадал в забытье. У него были видения наяву. Смотрю, смотрю. О, ёлки-палки, про себя. Так у меня вот граница нашего аэродрома. Я же на границе аэродрома упал. Вот. И лезу, лезу, только что от меня отвернуться, как-то вот... Смотрю, где же? Куда пропал аэродром? Нет. В другую сторону, значит, просмотришь тропа, идет девушка. Такие температуры способствовали тому, что болевой порог снижает низкие температуры. Он совершил подвиг, просто сумев добраться до своих. Но этому героическому поступку было суждено стать лишь первым в череде свершений Алексея Морисиева. 18 мая 2001 года в Театре Российской Армии готовились отпраздновать 85-летие Алексея Морисиева. Ведущим был приглашен Олег Марусев, режиссером-постановщиком Наталья Слепухина. За час до начала церемонии вдруг раздался телефонный звонок. Позвонил Алексей Петрович и говорит, Наталья, к какому входу, куда подъезжать? И я ему говорю, на центральный вход, автоматически. Здесь же стояло огромное количество людей, которые хотели его просто увидеть. Увидеть, да. И я ему сказала, главное, на центральный вход. И продолжаю дальше что-то разговаривать. И вдруг понимаю, что там столько ступенек, огромное количество ступенек. И думаю, боже, как же ему будет тяжело идти, в принципе. Да, подниматься. И я ему перезваниваю, поднимает телефон, не Алексей Петрович, а поднимает директор фонда. И говорит мне, Наташа, он упал. Частвование легендарного героя привлекло большое внимание. Билеты на 4,5 тысячи мест в Большом зале театра разлетелись в один миг. Так, присутствовать хотели все. Представители партий, военачальники, руководители телеканалов и газет. Были аккредитованы 24 российские и зарубежные съемочные группы. Организаторы готовили множество сюрпризов. Но никто и предположить не мог, чем закончится этот вечер. Он долго лежал, чтобы, знаете, не натереть ногу, потому что он предполагал, что там надо будет вставать, много ходить по сцене, когда будет поздравлять. Ну, и он где-то до часа, наверное, лежал. Догадаться, что у него ниже колена протезы, не мог никто из людей, незнакомых с Алексеем Петровичем. Хотя ему шел девятый десяток. Никогда у него отчаяния, такой же жизнь закончилась не было. У меня есть приятель один, значит, как-то, он к нему подошел. Он говорит, я смотрю, у него так слеза течет. Он говорит, что случилось там, да? Он говорит, знаешь, Владька, никаких заслуг не захочешь, никаких героев, ничего. Лишь бы ноги были. Сумев добраться до своих, тогда, в 1942-м, он уже совершил подвиг. Первый. И, как позже выяснилось, далеко не единственный. Деревня Плав Валдайского района Новгородской области, куда колхозники доставили найденного в лесу летчика, оказалась на своеобразной нейтральной полосе между позициями советских и немецких войск. Однако немцы могли нагрянуть в любой момент, так что Моресьев даже в бреду не расставался с пистолетом, где оставалось всего два патрона. Выхаживала его молодая женщина, которая закончила курсы медсестер. После войны Алексей много раз порывался приехать, навестить благодетельницу. Но при мысли, что вновь придется увидеть эти места, вернуться в пережитое, содрогался. Не любил вспоминать. Ни разу не был на том месте, где его нашли. А мне, кстати, где-то месяц назад удалось там побывать. Там стоит этот дом. Такой же дом, куда его принесли раненого. Организаторы юбилейного вечера, пытаясь исправить ошибку всех тех лет, которые разлучали Моресьева с его спасительницей, пригласили ее в Москву на торжество. Довольно мистический факт. На юбилей привезли Ольгу Вихрову. Они не виделись 59 лет. И она говорила, уже доберусь до него. Я ему задам, говорит, до меня ни разу не доехал. Говорит, таскала его на закорках. Ноги, как творог. И весь в шаг, весь в шаг. Тьма в шеи. Да, да. И вот им не суждено было, очевидно, встретиться. До начала оставалось чуть больше часа, когда Алексей Петрович, спешно собираясь, поскользнулся в ванной и упал. Самостоятельно поднялся, подошел к жене, ожидавшей его на пороге, и сказал. «Как же у меня все не вовремя происходит. Вот надо же было упасть за пять минут до выхода». Единственным человеком, с которым Алексей Петрович 56 лет делился своими печалями и радостями, была жена Галина. Встретились они в 1945-м, когда Алексею было 29 лет. Книга Бориса Полевого тогда еще не вышла. Алексей пока не стал знаменитостью. Зато он был героем Советского Союза, когда притормозил возле девушки в нарядном платье, предложив подвезти. Но Талиш высокомерно кивнула, мол, проезжай, многие тут подкатывают. Он ее увидел по дороге, когда она шла в столовую. А он, потому что столовая там была довольно далеко, его специалист Сталин выделил машину пожизненно. М-ка тогда в то время была, в 1945 году. Вот, и он ехал на М-ке и увидел девушку, которая ему понравилась. Вот, узнал Третьякова Галины Викторовны. Ну, Галина Викторовна потом рассказывала. Пригласил меня, говорит, в оперу, куда-то на Евгения Онегина. Да. Ну, и, значит, сидим, говорит, мы. Он так же локоток меня берет. Говорит, Гали, хотите, я ему анекдот расскажу? Потом, я уже потом. У Галины был резкий характер. Их даже ее родные жалели Алексея. Мол, тяжело тебе с ней будет, парень. Мать была человек проглотичный. Матери был поэт, музыкант и папанья герой, значит. Ну, она решила так, что музыкант и пьяница, поэт куда-нибудь будет гулять, это девкам рассказывает свои стихи. А герой без ногтей никуда не денется. Так она не вышла замуж. Через 9 месяцев после свадьбы на свет появился Витя. А еще через 12 лет – Алеша. Казалось, у Моресевых было все, чтобы стать счастливой семьей. Но Галина словно не могла простить мужу, что связала с ним свою судьбу. Постоянно нападала, осыпала упреками. Он, словно понимая, как нелегко ей с мужем-инвалидом, все прощал и сносил молча. Бог терпел и навредил. Вот у него столько терпений было. Вот мать ему – бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А он все лежит там, значит, отдыхает после обеда. Ага. И отсюда свое думает. Ешь, вот как слоны толстакуют, слоны, слоны, слоны вы, Петрой, вот ты, ты, ты. Вот она моя была. Ну, она, конечно, человек был непростой, но, знаете как, ну, любил он ее. В 1946-м впервые была издана отдельной книгой «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевола. На избирательный участок идет автор «Повести о настоящем человеке» писатель Борис Полевой. Рядом с ним – герой его «Повести» – летчик Алексей Морисев. Позже она еще более 80 раз создавалась на русском языке. Полсотни – на языках народов СССР и 39 – за рубежом. Немецкие девушки приветствуют Алексея Морисева, настоящего человека. А в 1948-м году на экраны страны вышел одноименный фильм режиссера Александра Столпера с Павлом Кадочниковым в главной роли. О, неужели все? Но ведь близко, совсем близко. Близко, близко. Алексей Петрович Морисев присутствовал на съемках фильма, и он говорил даже, что Павел Петрович меня переиграл, потому что очень сложные были съемки, долго пришлось ползти. А еще Павел Петрович насыпал в вунты шишки, такие кругленькие, они очень остро впиваются, если что, и чтобы было это ощущение боли. Лук! Ой! С момента премьеры фильма образы героя художественного произведения и реального летчика слились в сознании зрителей. Они верили, что были свидетелями подвига Алексея Морисева, искренне сопереживали ему, считали близким человеком, были готовы довериться ему, как никому другому. В середине 50-х американские ветераны, участники встречи на Эльбе, обратились к советскому руководству, мол, хотим вновь видеться с нашими русскими союзниками. Готовилась новая атомная война против Советского Союза. Существовали соответствующие планы уничтожения Советского Союза. И ветераны могли очень многое сделать, обращаясь к тем ветеранам, с которыми они вместе против фашизма воевали. Тогда было решено создать Советский комитет ветеранов войны. На первом же заседании, когда объявляли состав президиума и назвали Морисева, зал взорвался аплодисментами. Он был уже легендой, поэтому его назначили ответственным секретарем нового комитета. И это стало подвигом растянувшимся на 46 лет, то есть без малого полвека. В комитете сменилось множество руководителей, прославленных военачальников. Но они выполняли главным образом представительские функции. А всю работу, ежедневную, незаметную, вел Морисев. Именно к нему тянулись ходоки со всей страны. Где им искать первую помощь? Сюда. Пенсии маленькие? Сюда. Крыша течет? Сюда. Там с удобствами, не какими-нибудь домашними? Сюда. Первые годы после войны десятки тысяч инвалидов по всей стране передвигались на деревянных костылях и самодельных тележках. Жизнь этих людей была мучением. Морисев фактически стал всесоюзным депутатом от этой группы населения. Я, говорит, сам эти протезы на своей собственной шкуре. Как только одевал, так утром посыпаюсь. Сегодня целый день предстоит мучение. Он это представлял через себе и мог написать. И к его голосу, как к инвалиду, прислушались. Гордостью Алексея Морисева была государственная программа выделения личного автотранспорта для инвалидов. С приходом я сейчас... Ну, по-моему, с приходом Хрущева сделали такую коляску, где ее так называли Хрущевка. Два колеса и впереди вот эта вот самая штука. Ну, позор. Позор. И вот тогда и сделали такой автомобиль. Запорожье. Запорожье. Но был автомобиль уже. Между тем проблемы в семье Морисевых усугублялись. Странности Галины начали приобретать маниакальные формы. И перестали быть секретом. Алексей Петрович как мог сохранял отношения, но это давалось с трудом. Его супруга, это Галина Викторовна, она была женщина, безусловно, нездоровая психически. Нездоровая. Она могла его даже выдавить. Она сама делилась с какими-то дамами в комитете, что, в общем-то, она его не любит. А чего ж ты замуж вышла? Но все переменилось, когда Алексей Петрович неожиданно встретил другую. В 1976 году Морисев поехал подлечиться в подмосковной санатории. Там прославленный летчик и познакомился с дамой, чье имя ни один из собеседников нам так и не назвал. Из деликатности. Он решил разводиться. У него появилась, значит, любовь. Вот. Моя дочка была с ней знакома. Это очень приятная женщина. Он мне сказал, что я решил вот так. Галина словно прозрела. Она вдруг осознала, кого теряет. Последовал поток кляус в партийные органы. Верните героя в семью. В те годы за амурные похождения легко исключали из партии. Лишали должностей. И вот Алексея Морисева вызвали в ЦК КПСС. Он ожидал чего угодно. Разноса, угроз, нападок. Но только несочувствие. Однако вышло именно так. Партийные органы были неплохо осведомлены об атмосфере, которая царила в Думе Морисевых. Ему выделили квартиру. Вторую. Вторую. Тоже на Тверской улице. Там где-то в районе Маяковки. А он жил на Бушкинской. Что ответил бы на столь щедрое предложение любой другой человек? Конечно, спасибо, давайте ключи. Но это же был Морисев. Он сказал, мне нужно подумать. Что заставило его сомневаться в праве на личное счастье? Не самый здоровый и не самый сильный мальчишка из провинциального Камышина и предположить не мог, что станет эталоном силы духа, образцом для подражания. Что когда-то его имя станет нарицательным, и люди будут говорить про героев. Второй Морисев. Современный Морисев. Трехлетним он остался без отца. Мать, уборщица на заводе, одна тянула троих пацанов. У Морисева были братья Петя и Коля. Алеша в детстве перенес малярию в тяжелой форме. После этого страдал ревматизмом. Знаешь, видишь, я все болел там у меня это воспаление легких, ангина все лежал там на этой печке, отмокал там это, здоровался. А потом увидел аэроплан там в небе, в синем, камышинский, как он говорит. Я ничего не видел более синего неба, чем в камышине. Алешка увидел самолет, когда отправился за водой и с бочкой на телеге заехал прямо в Волгу. У меня в голову самолет. Надо думать, так вот, пелотины. И я загляделся, бах, вместо себя дром, и смотрю, ух, кто его, это вот, правда быть летчиком. Вот оттуда меня зародилось лично. Он хотел летать, управлять этой машиной. Над ним посмеивались, куда тебе? На печи сиди, кости грей. А потом вдруг путевка на комсомольскую стройку. И докторша на медосмотре. Ты поезжай, парень. Может, у тебя в том климате хвори пройдут. Комсомольск-на-Амуре оказался отнюдь не курортом. Но молодежь, которая собралась там, жила словно не в бараках и среди грязи котлованов. Они жили мечтой о прекрасном завтра. Он рассказывал, что это вот самое светлое воспоминание военности, что там было очень трудно, и холодно, и грязно, и так далее, и голодно. Но что он ничего этого не чувствовал. Он строил социализм. Строители комсомольска-на-Амуре ощущали себя колоссальной силой. В каждом пульсировала заряженность на победу, на достижение невероятного. Но грянула война. И заряженность на победу это то, что спасало и возвращало не раз Марисева в строй. Это одна из самых ярких сцен в этой фильме. И она немножко должна была быть по-другому снята, но на съемках присутствовал Алексей Моресьев. И он просто, Павел Петрович, рассказал, как это все происходило на комиссии. И, в принципе, эта сцена, она была точным повторением того, что происходило в жизни. Благодаря фильму мы знаем каждый шаг, который сделал летчик ради того, чтобы вернуться в небо. Вот ему дает уроки танцев красавица-медсестра. Вот он пляшет барыню перед комиссией. А вот плачет от невыносимой боли, когда его никто не видит. И здесь все правда, кроме медсестры. Я с ней попробовал, наступил ей на ногу. Смутился и ушел. А сосед жил по палате. Я говорю, слушай, допустим, Николай, надевай рабочие шпаги, пойдем в клуб, учиться танцевать. И еще. В фильме герой сразу получает разрешение комиссии вернуться в авиацию. Но в реальности Моресьеву через полгода позволили лишь заново пройти курс обучения в летной школе. А потом отправили в полк. И тут его встретили совсем не так, как в кино. Ты почему это в Батимках? Наверху ведь холодно. Ноги хочешь отморозить? А у меня нет ног, товарищ майя. Что ж ты сразу-то не сказал, родной мой? Да ты знаешь, да ты не знаешь, какой ты есть человек. В полку никто из командиров не хотел брать инвалидов в свою эскадрилью. Хотя накануне сражения на Курской дуге летного состава не хватало. Алексей, совершив немыслимый подвиг ради возвращения в небо, занимался в штабе канцелярской работой и изводил себя сомнениями. Я летать-то летать, а вот шумова душа болит. Кто полетит со мной? Кто в меня поверит? Тем более на Курской дуге. А ведь каждый полет, вы понимаете, связан, вернешься ты или не вернешься. Но однажды в столовой Морисев познакомился с бравым командиром эскадрильи Александром Числовым. У того как раз было отличное настроение. Он сбил еще одного фашиста. Я говорю, что земелья пруйныл, голову повесил. Алексей Петрович терпенулся. Я говорю, а ты откуда? Числово говорит, а я со Сталинрада. А я с Камышина. О, в самом деле земляки. И сразу, как земляку, Алексей Петрович Числово говорит, командир, возьми меня к себе. Оттуда, пожалуйста. Но когда пошли оформлять документы, настроение у командира эскадрильи резко изменилось. И как Числово мне рассказывал, говорит, и он говорит, какой я дурак. Взял инвалида и буду с ним теперь нянчиться. А Алексей Петрович понял, и говорит, командир, давай сразу поставим точки над ним. Оба поднялись в небо. Все, кто был в тот момент на аэродроме, высыпали на летное поле. Числов закладывал крутые виражи на высокой скорости. Но Моресьев повторял любые фигуры высшего пилотажа в точности. Сели на землю, у обоих гимнастерки выжимать нам был. Все. Но целый месяц Алексей Петрович дежурный был. Он над аэродромом все на полеты уходили, а обязательно дежурный оставался. Именно Александр Числов взял Алексея Моресьева в качестве ведомого на боевое задание. Вот чем он вдруг поверил в меня. Поверил. Взял меня и как раз воздушный бой был такой и для меня удачный. Что мне удалось сбить не сейчас, не 110-й. А потом еще раз меня взял. Мне удалось сбить лаптежника Юнкерс 87-й. Есть много легенд, как Моресьев стал Мересьевым, то есть героем повести о настоящем человеке. По одной версии, корреспондент газеты «Правда, полевой» случайно заночевал на прифронтовом аэродроме в Землянке, ожидая вылета. И увидел, как туда пришел отдохнуть летчик, отстегнул ноги и тоже лег. Тут уж полевому стало не до сна. По другой версии, Алексей Моресьев просто был достопримечательностью своего полка. А у нас в полку летает без ноги и летит. Он как такой. И он рассказал, тут записал, а потом взял, приехал в этот полк, познакомился с отцом, нашел его. Удивительная биография этого человека захватила меня. Так родилась эта повесть о настоящем человеке. Мне ничего не пришлось выдумывать. Я изменил только одну букву в фамилии героя. Книга вышла в 1946 году. Вот тогда-то на Моресьева и обрушилась слава. Она редко обходится без своей неприятной спутницы зависти. Но биография настоящего человека не давала злопыхателям ни малейшего шанса. И эту биографию он сделал сам. Еще в 1944 Моресьев получил звание Героя Советского Союза. Оно полагалось за более чем 10 сбитых самолетов или за особые заслуги, как в случае Моресьева. В одном бою в крайне опасных ситуациях он сбил два фашистских самолета и тем самым спас двух товарищей. На вручении в Кремле Василий Сталин не мог сдержать восторгов и предложил перевезти летчика в Москву. Но тот попросил отсрочку. Мол, считаю свое высокое звание авансом, его еще отработать надо. А потом за спиной завистники будут шептать, мол, по блату получил ты эту награду. И, ну, с чистой, ну, как бы, автоматически, можно сказать, 11 самолетов ты сбил, герой Советского Союза. На тот момент у Моресьева было только восемь. Из них четыре он сбил, летая уже без ног. Еще год Алексей воевал и записал на свой счет те самые недостающие три самолета врага. Звезду носил, звезду носил, да. Он, видимо, чувствовал, что он эту награду заслужил, так, как это положено, и он этим всегда гордился. Едва заняв пост ответственного секретаря Комитета ветеранов войны, Алексей Моресьев направил письмо в ЦК с предложением отметить День Победы проведением торжественных собраний, а в школах провести парадные линейки со знаменами и горными. Через день он пишет другое письмо председателю Моссовета и говорит, что 9 мая нам бы хотелось в парке культуры имени Горького организовать встречу ветеранов-защитников Москвы, ополченцев, и такой праздник состоялся тоже. Каждый год 9 мая в 18.55 все каналы страны прекращают показ телепередач. на экране возникает живое трепещущее пламя вечного огня у могилы неизвестного солдата и голос диктора произносит «Вспомним всех поименно». Кажется, что эта традиция была всегда. На самом деле она появилась благодаря усилиям этого человека героя Советского Союза Алексея Морисима. Сегодня трудно представить, что в последний раз на государственном уровне 9 мая отметили в 1947 году, а праздничных парадов в честь Победы не проводили с 1945 Никто не верил, что комитету ветеранов удастся возродить их. Но ведь душой и движущей силой организации был Моресев. На своих протезах он прошел километры коридоров, написал множество писем, нашел подход к каждому, кто мог хоть чем-то помочь. И все сбылось. 9 мая 1965 года был объявлен нерабочим днем и всенародным праздником. Парад принимает министр обороны СССР маршал Советского Союза Малиновский. По Красной площади шли полки и перед ними несли знамя победы те, кто когда-то водрузил его над Рейхстагом. Разведчики Егоров и Контария. А вечером без пяти минут семь по центральному телевидению и всесоюзному радио объявили минуту молчания. Это исходило от Советского комитета ветеранов войны о том, чтобы вот эта траурная минута молчания, тишина по всей стране и до сих пор эта традиция сохраняется и у нас каждый праздник с чувством трепета. Еще через два года в Москве у Кремлевской стены появился самый знаменитый в нашей стране мемориал – могила неизвестного солдата. Факел торжественно несли через всю Москву и передавали как эстафета. последние 200 метров нести вечный огонь честь выпала именно Алексею Моресьеву – герою, которому каждый шаг давался с болью. В тот момент Алексей Моресьев уже давно превратился в общенациональный символ стойкости, силы духа, в персонажа повести, которую проходят в школах, в фильма, на котором выросло не одно поколение. И это заставляло Моресьева ощущать особую ответственность за имя, которое так много значило для миллионов людей. И, по сути, ему самому не принадлежало. Он всегда очень внимательно и заботливо и трепетно относился к своей личности, чтобы она ни в чем не была запятана, не дай Бог, где-то. все поступки Моресьева всегда соразмерялись с тем подвигом, который он совершил когда-то во время войны. Его достижения в комитете ветеранов были не менее грандиозными и значительными. А вот в семье Алексей Петрович давно не был счастлив. Однако, когда он уже принял решение развестись и жениться вновь, Моресьев вдруг осознал, что не может себе этого позволить. Казалось бы, что такое развод? Просто человек полюбил другую. Что тут особенного? Другое дело, если ради нового счастья он оставляет немолодую жену с больным ребенком. И в случае Моресьева это было именно так. Его младший сын Алексей страдал тяжелым недугом. У него очень тяжелые формы была эпилепсия, а тяжесть оказывается в том, что он сознавал все. У него не было медицинского идиотизма. То есть медицинское. У него была отсталость в развитии. Все суточные от многочисленных зарубежных командировок Моресьева уходили на лекарства для сына. Он только единственно просил обычно меня, вот тебе список, купи мне вот эти лекарства. Ну, значит, я нашел врача, который нам помогал, выписывал эти лекарства, покупал и ему давал, привозил. Нет сомнений, заботиться о сыне Алексей Петрович никогда не перестал бы, даже расставшись с женой. Но мог ли он допустить сплетни и кривотолки? Мог ли позволить бросить малейшую тень на фамилию Моресьев? К тому же ему казалось невыносимым даже подумать о том, чтобы сделать Галине больно. Не решился уйти, да, он ее пожалел, по-видимому. Он не решился. Может быть, он бы счастлив прожил остаток жизни, если бы он пошел до конца. Алексей Петрович вернулся к той женщине, с которой ему суждено было прожить до самой смерти. В тот день, 18 мая 2001 года, накануне своего 85-летия, Моресьева предстояло выйти на сцену в переполненном зале Театра Советской Армии, чтобы принять поздравления. Слушаю, мама кричит, видите, папа захрипел, папа захрипел, знаете, как вот так. И он буквально вот, у него это состояние продлилось, ну, буквально, ну, минуту, ну, не больше двух. И вот так исказилось лицо у него, такое, потому он как-то в силе воли сжал его, вот так зубы. И затих, и все. Через 8 минут в квартире были врачи. Еще полчаса они пытались вернуть Алексея Моресьева к жизни, но все было безрезультатно. В тот момент за кулисами и в переполненном зале Театра Советской Армии все с нетерпением ждали героя вечера. Я помню, я сказал, что вот буквально сейчас, несколько минут назад, Алексей Петрович скончался. И в зале, знаешь, это был такой выдох. Выдох. Зал медленно встает, поднимается в полной тишине. Зал растворился. В этот миг каждый из зрителей бессознательно хотел остаться наедине со своим горем. Оно было глубоко личным для каждого. Моресьев был героем из детства, которому сопереживали, которому верили. Но оказалось, даже после смерти он соединял людей. вот эти тысячи стояли на этих ступеньках. И я спускаюсь, и вот все, кто меня видел, был рядом, сотни, они подходили и жали вот так вот мне две руки, как бы высказывая мне соболезнования. Чем дальше от нас событие Великой Отечественной, тем яснее становится. Алексей Моресьев нужен нам всем как настоящий, безоговорочный герой. К сожалению, повесть о настоящем человеке больше не входит в школьную программу. И все же до сих пор находятся учителя, которые приносят на урок и книгу, и фильм. Мне кажется, сейчас у детей сбиты нравственные ориентиры и на них сваливается такой большой поток информации, что они не способны совершенно различить, где добро, где зло, правда, ложь. А нам из-за примера никуда ходить не надо. Вот, пожалуйста, вам, Моресьев, это та личность с большой буквы, на которую надо равняться. Для этих мальчишек и девчонок Моресьев еще не стал именем нарицательным. Наоборот, они сравнивают его с персонажами фантастических голливудских историй. Как человек может продавить такое сила воли железная, терминатор. Но образ настоящего человека уже сейчас для них высокая планка. А значит, урок по книге не из школьной программы прошел не зря. Надо такой силы воли иметь, чтобы понять, как танцевать именно на протезах. На своих-то ногах еще легко, вот на протезах. Не представляю, как это, честно говоря. Он без ног летал. Без ног на протезах летал. Ну, это же как-то... Ну, сейчас бы человек сказал, что это невозможно, он бы не поверил в это. А на самом деле это было. Чтобы защищать Родину, он сделал такое, что описать даже невозможно. Ни одно государство не может существовать, не имея героев. Их образы позволяют нам чувствовать себя единым народом, опираться в своих поступках на великую историю. Алексей Моресьев, даже если бы среди его заслуг не было ни Дня Победы, ни могила неизвестного солдата, ни мемориала на поклонной горе, ни минуты молчания, все равно остался бы нужен нам как национальный герой, как эталон силы духа, как человек, каждый шаг которого был подвигом. Настоящий человек. Настоящий человек.